Отправляемся на турнир, привет друзья, сегодня день 2 в БТР Там немножко Вегаса утреннего, прохладного Просто огонь можно заказать в онлайне на время все составляющие кофе, типа его горячесть, молоко И вот он тебя ждет на входе в казино, это приятно Снимают уже меня 466, кстати, реально 90 минут уровня 466 это прям последний стол Вообще съемки на каждом углу Так, на подходе к нашему столику Выглядит неплохо Как дела, ребята? Привет всем! 466, да? Да Ну что, друзья, начинаем Задерживаюсь по 90 минут уровня Стол 8 макс, вот столик сзади меня выглядит отлично Никого не знаю Ну, в общем, настроение отличное Запаслись Хорошим самочувствием И верой Верой в победу Так что, погнали! Друзья, ну, этот турнир он бьет все рекорды Я напомню вам немножко цифры Турнир по 10 тысяч долларов С гарантированным призовым фондом 40 миллионов долларов То есть, организаторы рассчитывали на 4 тысячи участников Было 4 входных дня И в каждый день Был только 1 Одна возможность зайти То есть, нельзя было перезаходить Вот Этим самым организаторы поставили себя в рисковую зону И игроки получили небольшой оверлей По факту участников было около 3800 То есть, 200 человек недосчитались И это, считайте, 2 миллиона долларов Было предоставлено организаторами турнира Для игроков Это шикарно На данный момент Мы уже с вами во втором дне Осталось 1375 участников И 480 из них попадают в призы Минимальные выплаты составляют 18700 долларов А за первое место, ребят, там больше 5 миллионов Удача Так, начали бодренько Нам сдали туз король Разномастные Из ранней Я рейс За спиной товарищ кол И парнишка на Средней позиции Играет сквиз Эффективный стек у него чуть меньше 50 блайндов Поэтому для нас тут довольно таки простой all-in Ничего не нужно придумывать Нас ждут, в принципе, неплохие новости Там тоже туз король Хоть мы бы и предпочли забрать банк на префлопе Правда одномастные Давайте посмотрим Сможем ли мы увернуться от флэша Флоп с двумя бубками Отлично У нас бэкдор флэш Терн еще одного, ребят Ааа, ривер подкачал Красная, но не наша Дележка Так, у нас девяточки на катофе Я рейс Малый блайнд играет кол Большой блайнд играет тоже кол Выходит Борт Валет 10.8 Флэш-дро В целом неплохой Борт для меня, но и не супер Когда ко мне прилетает два чека То, в принципе, я думаю, наша рука не прочь взять чек-бехайнд Что я и делаю Катерну приходит интересная карта Это девятка То есть теперь у меня сет И ко мне опять прилетает два чека Я думаю, что это хорошая ситуация, чтобы поставить Во-первых, у нас много дам в диапазоне Во-вторых, часто бы даму мои оппоненты бы ставили сами Даже если у них есть стрит, у меня отличные шансы усилиться на ривере И выиграть побольше денег Поэтому я решаю поставить потерну отложенную и небольшой бет Только большой блайнд калирует Ривер приходит бланковая двойка Он играет чек, я быстрый чек-бехайнд Но он предъявил на шелдауне даму 4 разномастного Так, у нас на большом блайнде туз 4 разномастные Не то чтобы монстр, но против рейза скотов определенно защищаемся Выходит интересный борт 2, 2, 3 Я играю чек И он ставит маленькую продолженную ставку Я на секунду задумался над чек-рейзом Но все же думаю, что лучше чек-рейзить какие-то руки с дополнительным equity Типа бэкдоров, поэтому нажал колл Терн 8 Я играю чек И он ставит вторую ставку в районе колл пота Интересный момент Ну, я думаю, что мы обязаны коллировать Потому что мы все еще бьем кучу дро Просто каких-то оверкард У нас есть гадшот и туз хай Поэтому, в целом, довольно-таки простой колл по терну На мой взгляд Риверс семерка Мы играем чек-чек Я переворачиваю свою руку, думая, что я победил Но мой оппонент гордо перевернул туз 9 Интересный розыгрыш от него То есть, может быть, почувствовал слабость от меня на флопе И поставил вторую такую ставочку, да, на value protection Может быть, просто не знал, что делать и поставил второй раз Думая, что у меня в теколе флопа много оверкард, которые он бьет В общем, как бы то ни было, но фишечки поехали к нему Благо, немного Так, дальше у нас хорошее Туз 10 разные Из ранней позиции открываюсь И большой блайнд играет колл Флоп выходит шикарный 10-9-4 Разномастные Наш оппонент играет чек И я ставлю продолженную ставку Увеличенного размера полпота Думаю, нам не стоит мелочиться Мы репрезентуем сильный рейндж из ранней И хотим вносить побольше денег в банк К отверну приходит Туз Дела еще лучше обстоят Сейчас оппонент играет чек И я продолжаю наваливать Думаю, что стратегия ставить крупные ставки здесь очень уместно Ставлю под 80% потом Все также репрезентую очень сильный рейндж И получаю от BB колл Шикарно Ривер приходит Планк Относительно семерка Она, конечно, закрыла какие-то стриты на валет 8 Но это практически нереально Наш оппонент всегда фолдит валет 8 Потернул Поэтому я в 95% случаев уверен, что у меня лучшая рука И Теперь осталось решить, сколько мы хотим поставить Думаю, что сильно много мы ставить не хотим Потому что оппонент смотрится на десятку И мы хотим получить проплату Но при этом мелочиться тоже не хочется Поэтому выбираю сайзинг что-то в районе 70% пота Думаю, что десятка должна осиливать такой бет иногда Хотя и это действительно тяжело Вот Но после моей ставки оппонент ушел в трехминутный танк Думал Думал И К сожалению, ничего не придумал Выкинул Ну, я понимаю, что с десяткой здесь довольно-таки сложно заплатить Но банчок хороший И он у нас У нас валет 8 Одномастный На большом блайнде И тайтовый дедушка со средней позиции делает рейс Мы, конечно же, играем колл У нас отличный стартер Особенно для защиты на ВВ И выходит интересный борт Валет 7 Мелкая Я играю чек И здесь происходит любопытный момент Что агрессор Тот самый дедушка Ставит овербет Честно говоря, очень неприятная ситуация Но Я думаю, что стоит перебороть все свои страхи и сомнения И на флопе нажать колл Потому что Ну, у нас топ-пара Он может так, я не знаю, переоценить какую-то руку Мы, в целом, заходили на префлопе не для того, чтобы выкидывать топ-пары на флопе Поэтому Забываем страхи, играем колл И, конечно же, смелость вознаграждается И потернул Нам доезжает восьмерка Теперь у нас две пары СП равен около единички И я решил, что нужно помогать ему вносить деньги в банк Более он изображал силу слопа А поэтому решил поставить небольшой лидбет Потернул Или донгбет, как его еще называют 25000 И получил довольно-таки быстрый рейс на свою ставку 75000 Как я и говорил, за спиной у него осталось уже совсем немного Поэтому я ставлю аллен Через пару секунд раздумий он Калирует И пока переворачивает две девятки То есть у него действительно была сильная рука на префлопе Но на флопе уже недостаточно сильная для такого розыгрыша Нам осталось только устоять Да, друзья, мы это делаем И забираем отличный-отличный банк Разваливают наш столик Я думал, что наоборот будет В итоге оказалось, что нет А здесь нет Завеливание Наш столик 3,4,5 Да, это я Я думаю Удачи, джентльмен До свидания 1,34 1,34 1,34 Это на левую сторону Окей, спасибо Сит-5 У нас теперь На пяпом сити мы еще не играли Нашли наш стол Такой интересный Как будто бы Большие стеки везде И рядом со стороны Let's go Так, вот уже мы за новым столом И у нас Карманные двойки на малом блайнде Баттон открывается Я играю Любопытный кол И большой блайн тоже заходит в раздачу Выходит флоп мечты Король, 8-2 Радуга У нас нижний сет Я играю чек Большой блайн играет чек И ожидаемо Баттон ставит продолженную ставку Здесь можно рассмотреть чекрейс Но я думаю, что это будет очень сильно смотреться Плюс мы только что сели за стол Ничего не знаем про наших оппонентов Они ничего не знают про нас И мы хотим оставить Большого блайнда в раздаче У которого Может просто не быть Эквити Против нас Поэтому я решаю Сыграть кол Но к сожалению Большой блайн фалдит Зато По терну приходит Шикарная карта Это туз Которая Подходит Диапазону баттона И в которую он Часто будет продолжать Наваливать Поэтому я опять играю чек И ко мне прилетает Второй Большой Баррель Думаю Мы здесь всегда Играем кол У нас скорее всего Нету просто диапазона чекрейса По этой карте Мы вынуждены защищаться У нас куча просто Король икс Каких-то голых тузов Оппонента огромное преимущество По надпам данной ситуации Поэтому мы играем Вроде как слабый кол Но на самом деле Конечно же У нас невероятно сильная рука Ривер дама Здесь конечно Уже можно начать Напрягаться Что доехали Какие-то стриты Но мы этим заниматься Не будем Будем просто придерживаться Плана Играем чек В надежде Коллировать еще одну Огромную ставку Там может быть Как value Там может быть И так И блеф Который мы бьем Но к сожалению Оппонент играет Чек behind И мы вынуждены Первый Перевернуть Наш стец флопа С Возгласами Ай-яй-яй Не добрали По риверу В очередной раз Не посмотрели Что было У оппонента По турнирным правилам Сначала Переворачивает Тот игрок Кто находится Без позиции На ривере Если не было Ставок Но В любом случае Не жалуемся Первый же банчок За новым столом Приличный Едет К нам У нас Отличная Стартер на баттоне Туздама Разные Играю Рейс И малый гуань заходит Колом Выходит Любопытный борт Валет 9 Мелкая Мы играем Продолженную ставку У нас неплохие бэкдоры Две оверкарты Инициатива В общем Мы заряжены Но Получаем кол Приходим на терн Потернул Король Интересная карта Закрывает Какие-то стриты На адаму 10 В принципе Усиливает Диапазон Чеккола До каких-то пар Плюс дро рук До двух пар Возможно Но при этом У нас все еще преимущество По Нацам У нас есть Те две пары Все стриты Все сыты У нашего оппонента Чуть меньше Всех этих рук Хотя он тоже Не капнут В общем я решаю продолжить У меня открыл Дополнительный эквити Есть тузик на всякий случай Оверкарта Королю на ривере И Огромный потенциал Ставлю второй баррель Увесистый Но Получаю К своему сожалению Чекрейс На терне Такой Своеобразный Покерный мат Мне поставил оппонент Ничего я не могу сделать Со своей рукой Продолжать не по шансам Плифовать Нет смысла Потому что там всегда Сильная рука И скорее всего там всегда стрит Поэтому Каким-то образом Оппонент Играет фейсап Оставляю в моем диапазоне Только очень сильные руки Такие как Сты и стриты Возможно Две пары Я не выкину Но Туздамы Прощаемся И ГГ Оппоненту Уговорим Хорошая игра У нас лучшая рука в покере Два туза Мы на котофе У нас активный имидж Справа игрок Играет рейс Все о чем можно только мечтать Ставлю небольшой 3 бет Чтобы никто не соскочил Но получаю Пас 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 Окей Двигаемся дальше Так Ну я на кураже Рейжу дальше С туз 8 разномастными И получаю Неожиданно Два кола за спиной На котофе И на батоне Блайн выбрасывает Уходит неплохой борт Туз валет мелкая И я решаю начать от чека Можно бетать иногда Но мне захотелось Сыграть чек Потому что Я вынужден чекать Когда у меня Два кола за спиной Доска будет часто меняться Хочется защитить свой диапазон Чека на этой доске Тоже В общем я играю чек И они играют два чека Бехайнд Потерну приходит король Открывается флэш дро И здесь я думаю Уже мы хотим ставить Слишком много рук Пара плюс дро Которым мы не хотим Давать бесплатно реализовываться Плюс Какие-то король Х могут не фолдить Ставлю Небольшой бет Первый игрок фолдит И тот самый Тайтовый Дядечка на батоне играет Кол Ривер приходит Абсолютный бланк И Здесь я задумался над тем Если у меня валю бет Подумал что На самом деле очень тонко Здесь ставить Особенно против него И Решил сыграть чек Хотя Сейчас Наверное Мне чуть больше нравится Какой-то блок бетик Добрать С того же короля Есть Какие-то тузы слабее Которые тоже платят Ну И Собственно говоря Упростить себе задачу На ривере Ну тут даже больше Наверное Не про упрощение Речь А Как собрать побольше Вэлью Да Но в игре я сыграл чек И Получил огромный бет От противника Практически Под бетом Поставил Как я уже говорил Игрок В моих глазах Был совершенно не блефовый Все время показывал Наце И Здесь ему нужно Превращать В блеф И Пара плюс дро Руки Которые я думаю Что его типаж Не будет часто делать Поэтому Я решил сдаться Хоть и мучительно Не знаю ребят Что думаете Пишите в комментариях Как бы разыграли эту руку Ну А мы наконец-то Проиграли небольшой Но Неприятный банчок Так в целом Столик выглядит Конечно похуже Чем были Но Интересно Не то чтобы Какие то топы Просто Средние реги Их много Вот Но У тебя большие стеки И В целом Атмосфера дружеская Что Хорошо Наверное Как будто бы чуть меньше Наверное Будут Зажигать Ну Пока непонятно В общем бегу на брейк Сейчас наверное Как всегда встречу с Саню И с Сеню Но Это не точно Так После перерыва Нам зашли восьмерочки Легкий рейс С моим имиджем Особенно И И Получаю Три бет на баттоне От того самого Тайтового дядечки Небольшого размера Ну конечно с осьмерками у нас Легкий кол Открывается Не самый приятный борт Это дама 10-6 Разномастный Я играю чек И мой оппонент Ставит небольшую Продолженную ставку Где то около четверти бота Думаю нам надо протягивать Восьмерки Мы все еще бьем Туз король Туз валет И В целом За такой прайс Готовы Пойти На шолдаун Играю кол Потерну приходит валет Открывается флешдро Я играю чек с намерением сдаваться Но мой оппонент играет чек бехайн Интересный момент По риверу Открывается туз Теперь на доске 4 стрит И У меня Нет абсолютно Никакого шолдауна Я проигрываю Какой то даже Случайной десятки Какой И Думаю что Мы хотим блефовать Нашу руку Потому что У нас не так много блефов В этой ситуации Ну и плюс мы видели Что мои оппоненты Очень любят сдаваться На риверах Поэтому я здесь Выбираю Такой Не самый увесистый Сайдинг Я думаю что За 60% пота Мы будем добиваться Выбивать Однопарные руки Это точно А возможно и Какие то 2 пары Могут Захера фолдить Поэтому я поставил 60% пота И Мой оппонент Довольно таки быстро сдался Отличный результат Я считаю С Пятой парой Да Приближаемся к баблу Стэк Миллион Но К сожалению не удается Поднаживать Лево Подсадили любителя Который Покрывает У него Миллиона полтора И он В год модит Он каждый раз собирает Комбинашки Он не фолдит При флоп Получается что Особо лузова Не пооткрываешься Ну и Последние пару кругов Не заходило Плюс Сейчас еще Перед перерывом Чувак На меня Разозлился За то что я ему Он танчит Каждую раздачу Минута остается До перерыва Я ему говорю Чувак если ты собираешься Фолдить Мы типа Доиграем Я просто не хотел Играть Раздачу На перерыве В итоге Он Начал Возникать Говорит Я заплатил деньги Я буду играть Свою руку Так как я хочу Я засек ему Время Спустя минуту Он начал на меня Вопить Не хотелось Как-то это спускать С рук Но В то же время Не понравилось Что настроение Подпортилось 48 человек Это денег И Сейчас будет самый интересный уровень Последний на сегодня Так Вели карточки таймбанка И ограничения на префлоп 15 секунд Это очень прикольно Чтобы не тянули время И это 48 человек Это прям очень круто Так Но мы уже относительно близко к деньгам И я На самом деле Играю очень активно Потому что стол позволяет И стэк позволяет И сдают В принципе неплохо Много раз Подтребечивал Блеф И сейчас Когда Уже Показал свой агрессивный имидж Мне зашли на баттане туз король Это была прям очень крутая ситуация Потому что я был уверен что мне сейчас не поверят И ждал какой-то Это Знаете Экшен Игрок справа открылся Я поставил небольшой трибет На баттане И Они опять сдались Они опять выкинули Я говорю Ребятушки Ну как же так У меня наконец-то настоящая рука Но Экшена мы не получили В принципе туз король довольный Забрать шашки на префлопе Так что я не жалуюсь Так Идет прямой бабл 483 человека И И Hand for hand Очень круто Что ввели заранее таймбанки И не было вот этого столинга И сейчас Тоже Уже за четыре руки Да Да Что ты хочешь сказать Скажи что-то в русском Ты знаешь В русском Мой русский не так хорошо Я писал У нас тут В принципе Неплохая ситуация Но слева сидит Товарищ очень активный Не дает играться Как надо Но В целом Интересно Охренеть Бабл И Тузы в дамы Тузы у короткого Дама Дама сразу же на флопе пришла И Сколько на ривере туз спасает его Жестко от тузов переехали Ох май гад Какая жесть блин Сейчас был второй All-in Короли валеты И Короли Короли были с вечерсеком И валет на ривере упал Это просто жесть Жесть Бабл у нас в самом разгаре Мне удается потихонечку Выигрывать фишек Без сопротивления Без боли Это вообще Лучшее Время в турнире Скоро призы Все в них хотят Не хочет попасть Ну а мы очень комфортно Себя чувствуем За столом Выигрывая мелкие поты Друзья Кайф Кайф Жестко Четыре Четыре All-in Но сейчас точно баба лопнет Отпустим Асос 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 Один с кузами У 2 Альса Отлично Асос Верс Асос Асос В да! У 2 Альса Валыш Классно. 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 Когда ты большой стэк, хочется, чтобы Бабло никогда не заканчивался. Давайте еще один иллминейшн. Нужно еще один иллминейшн, чтобы не было больного Бабло. Их уже и так было два. Но у меня есть один иллминейшн для вас. Поздравляю! У нас есть 480 игроков. Мы потеряли один. Мы потеряли этот уровень 480. Вы остались. Вы сейчас в Монни. Да, друзья, вы сделали это. 480. Да, это было эпичный день. Мы паркуем. Отличный стэк. 1200, 1200. Всем удачи. Ну и мне завтра. Друзья, спасибо, что смотрели. Вот так вот эпично завершился день 2. Мы прошли с крутым стэком. Мы нажили на Бабле. Мы получили вот это удовольствие от игры. Это то, ради чего мы, собственно говоря, играем турниры. Чтобы дебранить, чтобы чувствовать вот эти крутые эмоции. И, конечно же, это несравнимое ощущение. И, друзья, напоминаю, что у вас есть такая же возможность. Потому что в мае проходит мега крутая серия на Кипре. МПП, Медитерранеан Покер Тур в Мерите. И она идет в партнерстве с ГГ, с Покерок. И на сайте Покерок по вкладке «Приватные» есть отпорочные саделиты, которые начинаются от 1 доллара. Вы можете отобраться в финальную фазу за 525, которая будет в это воскресенье. И, друзья, это последняя фаза, которая будет доступна, в которую вы можете выиграть. О, кто-то подписался на Twitch. Спасибо. Не забывайте, кстати, про подписочку и лайк. Так вот, это будет последняя фаза, в которую можно будет выиграть билет, пакет в 10 000 долларов. Туда будет включен перелет, проживание, бои в Мейн и в Сайд-Ивент. И самое крутое, что там будут все. Будут все амбассадоры, будут все профессиональные игроки, которых вы только хотели когда-либо увидеть. Они все будут на Кипре. Поэтому не упустите эту возможность. Вкладка «Приватные». Тащите сады. В воскресенье будут тоже играть саделит. Последняя возможность. И встречаемся на Кипре. Но до этого встречаемся вне 3. Ждите продолжения совсем скоро. Спасибо, что смотрели. Не забывайте про лайк. И пока. Спасибо.